Суббота 20 июня. Московский районный суд города Твери. Здесь по ходатайству следствия решается вопрос об избрании меры пресечения 59-летнему жителю Твери Алексею Касьяненкову, известному в криминальных кругах по кличке Касьян. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По данным следствия, в сентябре 2019 года Касьяненков своими знакомыми, занимающими высшее положение в преступной иерархии и носящие титул «Вора в законе», был назначен смотрящим за Тверской областью. И осознавал, что с 1 апреля 2019 года на территории Российской Федерации это признано виновно совершенным общественно опасным деянием, запрещенным уголовным законом под угрозой наказания. Руководствуясь негласным воровским кодексом поведения, обычаями и традициями, характеризующимися высокой степенью закрытости и конспиративности, будучи смотрящим за Тверской областью, мужчина понимал, что занимает один из высших титулов преступной иерархии, в силу которого является главным координирующим лицом на указанной территории, и, соответственно, на его решение указания обязаны исполнять все лица, придерживающиеся преступной идеологии, занимающие более низкое положение в преступной иерархии. С момента назначения по настоящее время на территории Тверской области осуществляет различные преступные организационно-распределительные функции. По данным следствия, фигурант организовывал, распределял и контролировал фонд взаимопомощи в среде преступного сообщества, преступную кассу, руководил и координировал своевременное пополнение общака, приискивал новые легальные и нелегальные источники дохода для пополнения кассы, ввел пропаганду уголовно-воровских традиций и норм поведения в исправительных учреждениях, расположенных на территории Тверской области, осуществлял на территории области судейские функции при разрешении конфликтных ситуаций среди гражданских лиц и представителей уголовно-преступной среды, а также осужденных, находящихся в исправительных учреждениях. Благодаря тесному взаимодействию следователей Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области с сотрудниками областных УФСБ и УФСИН России, отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы были получены доказательства вины мужчины в инкриминируемом ему преступлении. В ходе обыска в его жилище обнаружены и изъяты предметы, исключенные из гражданского оборота. Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Отметим, новая норма закона введена в России 1 апреля 2019 года. И это второй факт возбуждения уголовного дела по этой статье на территории Верхневолжья. 22 июня у дома номер 66 по улице Георгия Димитрова в автомобильной аварии пострадал человек. Когда патрульная служба приехала на место, там уже работали медики скорой помощи и экипаж ДПС. Столпились люди. Рядом с одним из мужчин стоял сотрудник полиции. Нам пояснили, именно этот мужчина управлял автомобилем «Шкода». В это время из кареты скорой вышел другой мужчина. Именно его машину «Рено Логан» обгоняла «Шкода». Обе машины двигались в сторону центра Твери. Они начали через сплошную обгонять меня и покасательно ударили машину, тем самым ударив вот эти две машины. Значит, всего три машины получилось? Раз, два, три. Да. Потом пьяные закрыли машину, взяли документы, пытались убежать, скрыться с места преступления. Поймал, привел сюда. По словам Дмитрия, перед попыткой побега водитель «Шкода» пересел на пассажирское сидение. Мол, я здесь ни при чем, но не учел, что водительская дверь заблокировалась машинами, в которые въехала «Шкода», так что бежать было некуда. Для водителей припаркованных «Лады Гранта» и «Вазы 6-й модели» авария стала настоящим шоком. Водители отечественных легковушек в это время были на работе и, увидев то, что сделала с их техникой «Шкода», попросили у инспекторов немедленно проверить нарушителя на наличие алкоголя. В это время водитель «Шкода» пытался объяснить инспектору, что во всем виноват водитель «Рено», который якобы нарушил правила. В конце всех пререканий водитель «Шкода» согласился пройти освидетельствование на алкоголь на месте. По словам сотрудника ДПС, он выдохнул на 3 промилле алкоголя. Много. Стоит общественная остановка, здесь люди постоянно стоят. Могли люди пострадать, если бы были.